Сентиляторы Одним из способов измерения ионизирующего излучения является так называемый сентиляционный метод. Сентиляторы это такие кристаллы, которые при попадании ионизирующего излучения дают вспышку света. Свет этот видимый, он слабый для человеческого глаза, но он может регистрироваться специальными приборами, которые называются фотоэлектронные умножители. Я в руках держу сейчас два примера фотоэлектронных умножителей. Это видит такая вакуумная труба с системой электродов, которая усиливает вспышку света и выдает на выходе уже какой-то понятный электрический сигнал. У меня в руках вот эти вакуумные фотоумножители, одни из самых миниатюрных, которые возможны вообще для изготовления. Однако прогресс в нашей области не стоит на месте и недавно был изобретен прибор, который получил название кремниевого фотоумножителя. Вот он сейчас в руке. Видите, это вот такая маленькая микросхема размером всего-навсего 3х3 мм. При этом ее характеристики равны характеристикам вот этих вот вакуумных фотоэлектронных. Вы видите, насколько можно более миниатюрными создавать устройства. Что наиболее приятно, у истоков создания технологий кремниевого фотоумножителей стоят наши отечественные ученые, а именно Долгошень Борис Анатольевич из Института МИФИ, Московский инженерно-физический институт. В частности, вот мой коллега Павел Бужан, он в той команде был, и он, собственно, приложил свою руку к исследованию и созданию вот таких вот маленьких устройств. То есть мы у себя на предприятии не только используем последние достижения науки и техники, но мы еще стараемся у себя собрать ученых, которые эти технологии понимают, потому что никакая технология невозможна без фундаментальных знаний. Соответственно, применение вот таких фотоумножителей позволило приборы наши делать гораздо более миниатюрными, а в некоторых параметрах, в частности, например, срок жизни, вот эти приборы просто в сотни раз лучше, чем обычные вакуумные фотоумножители. Еще одним методом измерения яндирующего излучения является так называемый пассивный метод термолюминсцентный. Существуют специальные материалы, кристаллы, они вот, видите, такие маленькие таблеточки, у них, они сделаны таким образом, чтобы внутри были специальные электронные ловушки. Вот когда туда попадает излучение, то излучение выбивает электрон из атомов этого кристалла, и этот электрончик в ловушку попадает. Соответственно, чем больше электрончиков в ловушку попадает, тем, соответственно, большая доза у нас накоплена в кристалле. Затем, если мы вот этот кристалл нагреем, элементарно на печке, то из этого кристалла начнет исходить свет, интенсивность которого будет пропорционально как раз-таки поглощенной дозе. Эти таблетки, так называемые термолюминсцентные дозиметры, они во всем мире являются эталонными для измерения конкретно поглощенной дозы человеческого тела. То есть точнее метода, к сожалению, пока не существует. И зато очень удобный, миниатюрный. И если вы, например, когда-нибудь окажетесь на атомной станции, вы увидите, что все люди носят подобные детекторы у себя на накрутном кармане.